Дорогие друзья, я тут сижу и думаю над долей куханной убитчизны, сумою задаю и пытаюсь объяснить сам себе и вам, что же тут у нас происходит. И мне было видение, озарение, которым я спешу с вами поделиться. Это откровение заключается в том, что ровно половина нашей страны примерно, а может быть две и третьи, хочет закончить жизнь коллективным самоубийством. Они делают все для того, чтобы закончить жизнь самоубийством. Президент ведет себя так, его окружение, чтобы его вынесли вперед ногами из администрации президента. Верховная Рада ведет себя так, чтобы его подошли с четырех сторон, а народ, который за них голосует за первых и за вторых, ведет себя так, чтобы сохранить свой маленький уютный мир, который был до войны и до Майдана. Но этот народ не понимает, что не будет больше никогда мира, который был до войны и до Майдана. Просто его больше никогда не будет. и как бы они не старались стволтать стены этого домика который разлетается под напором ветра истории им надо понять только одно что если они будут дальше упираться упираться им конец в психологии это хорошо известно еще Фрейд объяснял что когда в человеке просыпаются глубинные фундаментальные вещи внутри психики и начинается тектаническая перестройка личности а нация это коллективная личность то происходит подмена любопытная подмена в человеке есть три силы которым он руководит с точки зрения Фрейда либидо, жажда к жизни, мартида, жажда к смерти и потестис, жажда к власти жажда проявления собственного я так вот Фрейд говорил что когда человек очень сильно упрямится а можно чтобы какие-то вещи произошли и происходит, ему подменяют у него в психике происходит такая хитрая подмена и он начинает воспринимать либидо вернее мартида как либидо и потестис то есть нашему президенту его окружению нашим новоиспеченным депутатам и двум третьим гражданам нашей любимой страны кажется что они таким образом реализуют свою жажду жизни они хотят чтобы все было хорошо чтобы они голосуют за все плохое против всего за все хорошее против всего плохого и не понимают что все их действия ведут не к проявлению жизненности и утверждению властности к коллективному самоубийству это худшее из видов подмен которое может случиться с человеком я вот вчера встречался с хлопцами которые там реально влияют на принятие решения в этой стране и вот мне было любопытно я им задавал конкретные вопросы ребята, когда вы сделаете вот это, вот это, вот это и мне было интересно послушать их отговорки значит, то что они лепечут то что они лепечут это не укладывается никакие ворота и объясняется только с психиатрической и фрейдерской точки зрения и мы имеем общество, которое расколото и воюет внутри самого себя отсюда дерганы романы и противоречивые решения которые принимает ваша власть и вот этот вот абсолютно эклектичный и недееспособный состав который мы привели в Верховную Раду и к ведущим государственным должностям в этой стране в частности приглашению иностранцев дачи им гражданства нарушения Конституции и так далее мы строим новое государство и сразу вкладываем в фундамент этого дома гнилые балки оно не выстроит так делается это только по одной простой причине потому что люди не хотят честно себе признаться что старого мира уже не будет что пришло новое время и нужно соответствовать вызовам этого нового времени и это является условием выживания нации что нельзя больше цепляться за детские модфильмы за любимый долик и садок вишневых колахат и эти люди сказали, что основной причиной отсутствие реформ отсутствие реальной войны такой, которая была война на выборах отсутствие широких экономических преобразований которые не являются прихотью понимаете, Украина это не территория для упражнения реформаторов реформы являются условием выживания нации и страны и государства они объясняли это тем, что огромный слой старых чиновников хочет жить по-старому и жуткий кадровый голод и неоткуда брать людей а если человек называется патриотом и хочет во власть то как мы можем проверить патриота и не начнет ли он крась через две недели что у нас есть уже примеры вот люди пошли во власть новой и тут же сселен схемы и так далее и так далее где у нас нет вызначенного критерия определенного и я с ними согласен критерия нет действительно никого назначать действительно непонятно кого ставить во власть кого можно кого нельзя и что они там будут делать что система сжирает даже самых лучших и так далее поэтому мы находимся в ситуации когда система носит нереформированный характер значит и вот теперь высшие силы скажем так исторические которые выделили ресурс на майдан на широкое преобразование всего восточноевропейского пространства по горизонтали и по вертикали преобразование роли государства переформатирования структуры общества построения общества будущего что они вынуждены делать глядя на этот народ и на всех этих людей они делают эту подмену либидо подмену амортида либидо понимаете они со все ускоряющейся со все ускоряющейся силой со все возрастающим энтузиазмом делают так что люди прижимают педаль газа и летят в стену которая их прикончит и все люди которые хотят жить по-старому которые хотят адвокировать действительность вместо того чтобы ее преобразовать они закончат жизнь коллективного самоубийства другого способа вот так сказать владык истории решить эту проблему не существует наша система носит нереформирован таки случаи в истории бывали но если общество очень хочет ее реформировать тогда возможно существуют пусть болезненные но способы преобразования нереформированной системы при желании общества ее преобразовать в том что две трети нашего общества не хочет никаких реформ а это это неизлечимо это неизлечимо поэтому чтобы устранить эту простойку был коллективным бессознательным с каждым индивидуальным бессознательным тех людей которые упираются проведен вот такой хитрый психологический трюк и уважаемые желающие сохранить старую систему голосующие за тех габриков поддерживайте габриков вы поймите что то что вы считаете жаждой жизни жаждой реформ как вы их понимаете и жаждой сохранения вышневого садка беляхаты является на самом деле инстинктом смерти вы идете к самоубийству и идете к этому со всем ускоряющимся энтузиазмом и скоростью что вас сметет ветер истории и никого из вас не остается в живых те из вас кто останется в живых физически проведет через страшную психологическую смерть а все это просто потому что вы бестолковы вы не хотите думать вы не хотите смотреть на реальность в глаза и не хотите не браться и чем дольше вы будете на настаивать тем страшнее будет ваш конец я передаю вам пламенный привет на той части общества которая действительно хочет рефорции и хочет преобразований и предупреждаю что у вас есть еще некоторое время для того чтобы успеть перейти в наш лагерь если нет то мы с удовольствием бросим цветы на вашу могилу и напишем о ней когда господь хочет наказать человека он лишает его разума поддерживайте верховную власть этой страны и у вас все будет хорошо будет маленькая и уютная могилка место на кладбище и мы будем приходить туда наших детей для того чтобы они пели воду вашей глупости счастливо